Всем привет! Сегодня мы обсуждаем относительно известных блогеров, хотя лучше бы обсуждали тех, кого никто не знает. Еще я расскажу вам одну историю из своей работы в аптеке. Спасибо вам, что ставите лайки и подписываетесь на канал. Пару дней назад во время покупки очередного курса меня обманул блогер-миллионник. Я даже курс еще не стал проходить, а меня уже обворовали. Расскажу об этом оперативно в следующем видео. Прошел финал шоу «Холостяк» с Тимати. Сложно, конечно, обозревать проект, который ты не смотрел, но попробуем. Победительницей стала Катерина Сафарова, у которой уже 1,7 миллионов подписчиков и галочка в инстаграме. Чем она известна, я точно не знаю. Погуглил, узнал, что Екатерина переехала из Москвы в Барселону и на испанском реалити-шоу познакомилась с футболистом Неймаром из французского клуба. А еще Сафарова продает фитнес-курсы на испанском языке. Подозреваю, что под российскую аудиторию она быстро сделает локализацию. Буквально через час после финала «Холостяка» Сергей Косенко стал организовывать круговой гиф с Катериной. Спонсорам и участникам этого гифа обещают приход от 250 тысяч новых подписчиков. Получается, что победа в «Холостяке» принесла Екатерине не сердце Тимати, а деньги в инстаграме. Сафарова уже отрекламировала курс по заработку в инстаграме от Ангелины Дубровской, директора Анастасии Решетовой. Возможно, теперь Дубровская будет директором и Сафаровой. А как вы думаете, кто станет следующим «Холостяком» – Дава или Давид Манукян? Дава – 13,4 миллиона подписчиков в инстаграм, бывшей Ольге Бузовой. Внезапно Давид стал новым ведущим в шоу «Дом-2» вместо Ольги. Также Давид зачем-то сделал фото со своим новым прессом на съемочной площадке проекта и заставил участников дома танцевать под свои песни. Хоть кто-то им отомстил. Давайте подумаем, где еще Дава может подсидеть Бузову. По идее, все, что мог, он от нее уже получил. И после нее даже контракт с «Домом-2» подобрал. А Бузова, видимо, решил отомстить бывшему только не Даве, а Тарасову. Ольга уверяет, что будет работать арбитром на чемпионате Европы по футболу. То, что до этого необходимо образование и опыт работы, Ольгу не останавливает. Нет той вершины, которая бы не покорилась Ольге Бузовой и Давиду. Каждым днем все больше блогеров хотят стать героями видео и поэтому выпускают свою косметику. И за последний месяц в Инстаграме появилось минимум два новых блогерских косметических бренда. Один мы уже обсуждали. Это Мус Лямус от Акуна Мататы. Уже тогда многие заметили, что упаковка и лямус похож на продукты от Литик. А недавно и у другой блогерши Оли Сок вышла своя косметика в очень похожих банках на лямус и на Литик. Но это далеко не все. От появления еще одного инстабренда косметики нас отделяет отсутствие у Илоны Дрожь подходящих для нее баночек. Илона просмотрела много разных флаконов и пока не смогла выбрать, во что будет паковать свои кремы и скрабы. Покажите уже кто-нибудь Илоне дизайн банок Литик. Она все равно к такому дизайну в итоге придет. Так пусть хоть не мучается человек. А вы будете покупать косметику у Илоны Дрожь и Оли Сок? А у Акуна Мататы будете? Женя Кривцова, 365 тысяч подписчиков на лайф-аккаунте. На Бали с семьей побывала в парке слонов, в котором обитают редкие суматранские слоны. Вид, находящийся на грани исчезновения. Этот парк позиционирует себя как заповедник, но это далеко не так. Вот и Кривцова пожаловалась, что все слоны были прикованы цепями. Даже заметила на глазах животных слезы. Впрочем, это не помешало Кривцовым с улыбками погулять по парку и сделать фотографии со слонами на память. Если вам кажется странным, что блогеры рассказывают о проблемах животных в парке и тут же показывают свои радостные снимки оттуда, то по идее вам уже ничего не должно казаться странным. Подозреваю, что какой-нибудь доморощенный инстапсихолог-психосомат назовет это управление эмоциональными качелями на запуске. А вы как это назовете? Напишите в комментариях. Дима Ричман. 390 тысяч подписчиков. Бывший парень Вероны и жертва абьюза с ее стороны. Мы уже обсуждали, что после интервью на Пушке Ричман объявил о создании курса по выходу из токсичных отношений. Как оказалось, курс Ричману будет делать Александра Гейфман. В инстаграме для близких друзей Александра рассказала, что боится за свою репутацию, так как ее имя будет стоять в одном ряду с Вероной и Ричманом. Но совместный проект она все равно решила сделать. Думаю, что Александре Гейфман стоит не о репутации беспокоиться, а пересмотреть список близких друзей в инстаграме, если скрины оттуда гуляют по всему интернету. А если бы она и правда опасалась за репутацию, то и не бралась бы за создание этого курса. Во время прогрева к курсу Ричман уже успел рассказать историю мракобески Анны Хворостяненко, которая после психотерапии увеличила свой заработок. Прогрев к курсу через интервью на Пушке и историю мракобески это опять что-то новое. Как много интересных прогревов мы видим в этом году. Очень кратко все приключения Ричмана на канале и разбор его прошлых курсов можно посмотреть в инстаграме. Ссылка будет в описании, обязательно подписывайтесь. А я хочу сказать спасибо Лене Равен, Жене Че, Аленке, Юлии Виолетте и Вики Вики. За донаты и помощь с развитием канала. Также хочу поблагодарить всех спонсоров. У Ксении Собчак некоторое время назад вышло видео про людей, которые дважды сменили пол. Так называемый детранзишн. Трансгендерная девушка, которая стала парнем, а затем опять стала девушкой, рассказала, что общество предъявляет к мужчинам много требований и ей так жить было тяжело. Собчак удивлялась, так как была уверена, что мужчинам наоборот жить легко. На самом деле всем непросто. Но меня в этом ролике заинтересовало другое. Для этого видео в качестве специалиста пригласили квантового психолога Инну Тлеошинову. Так как психолога показали всего на пару минут, ничего интересного квантовая психологиня не сказала. Я полностью уверен, что появление психолога в ролике это рекламная интеграция. Инна Тлеошинова называет себя мастером разборов и звездным психологом Эксперт ТВ. В ее инстаграме я посмотрел прямой эфир от 11 февраля вместе с Настасьей Самбурской. В видео делали разбор с помощью ассистентов Инны Тлеошиновой и что это вообще такое. Как думаете, посмотрев видео Собчак, сколько людей в итоге обратится к квантовому психологу? Ритт Дакота 2,9 миллионов подписчиков. Сообщила, что изначально она должна была быть наставником в белорусском X-Factor. Но вместо нее в кресло ведущего посадили Бузову. Хорошо, что не Даву. После этого Дакота вспомнила о своей гражданской позиции. И то ли из Москва-Сити, то ли из Бали написала пост, что напротив, чтобы мировое шоу показывали на белорусском государственном канале. В ответ организаторы белорусского X-Factor рассказали, что рассматривали в качестве ведущей Дакоту наравне с еще десятками претендентов. И добавили, что Рита очень хотела полететь в этом году на Евровидение от Беларуси. И даже искала для этого выход на самый верх. И выходит, что в коррупционной схеме в Беларуси Дакоте поучаствовать не получилось. И откуда-то сразу появилась гражданская позиция. Гражданская позиция – это хорошо. Ты либо не пытайся через коррупцию получить место участника Евровидения, либо уже не критикуй тех, с кем еще вчера пыталась договориться в обход всех правил и законов. И курсы свои странные тоже переставай продавать. Надин Серовский, 8,4 миллиона подписчиков, продолжает радовать нас своими приключениями. На этот раз перед выпускным курса по бровям из рук Надин кто-то вырвал сумку с деньгами, предназначенными для оплаты выступления приглашенного артиста. В итоге это оказалось пранком от команды Надин. И Надя даже не удивилась. Видимо, работники Серовский часто у нее выхватывают из рук деньги. Возможно, именно таким способом вся команда Надин получает зарплату. Если смог вырвать деньги у Надежды, то в этом месяце зарплату получил. Приглашенным артистом, гонорар которого пытались украсть, оказался Егор Крид, который спел пару песен и сфотографировался с Надеждой. Странно, что Надя не заметила перед фотографированием, что бровям Егора нужна укладка. Но это я говорю, конечно, только потому, что завидую. Ведь у меня-то никогда не будет идеальных бровей. Думаю, вы могли заметить, что продавцам курсов из Инстаграма стало хватать денег на выступления знаменитостей. У Беляковой была Бузова, у Лерчика были Тимати и Моргенштерн. Осталось дождаться Инстасамку на выпускном курсе Митрошиной. Надин Серовский уже успел анонсировать второй поток своего курса по бровям, и следующему приглашенному артисту на выпускной нужно быть аккуратнее. Если в этот раз Крид мог остаться без денег, а в следующий раз, зная Надины прогревы, можно остаться без бровей. А в ТикТоке внезапно решили пересмотреть прогрев к прошедшему потоку курса и заметили, что Надежда перед оттиранием бровей нанесла ремувер на один ватный диск, а терла свои брови другим диском. То есть своими бровями Надя даже ради прогрева не рискует. А это три лучших комментария из прошлых выпусков. Когда из медийных личностей России самым адекватным оказался Моргенштерн, это страшно. То есть они объясняют, что такое Инстаграм людям, купившим их курс в Инстаграме. Верни енотика за видео, спасибо. Обязательно пишите комментарии, это помогает развитию канала, а лучшие попадут в следующий выпуск новостей. Сабина Филина, 750 тысяч подписчиков. Еще недавно утверждала, что тело все помнит, и благодаря памяти мышц планировала быстро восстановиться после родов. Сейчас Сабина признается, что ошибалась. По ее словам, раньше она и в детокс верила, а сейчас поумнела, потому что похудеть до желаемого веса у Сабины до сих пор не выходит. И в этом не было бы ничего страшного, если бы не одно «но». Сабина до прошлого года продавала свои гайды по локальному похудению. И до этого момента ее ничего не останавливало от, мягко скажем, обмана аудитории. Да и сейчас не останавливает. Все мы знаем, что Сабина является фитнес-тренером. Даже сертификат получила. Но недавно Филина в историях показала, что учится отжиматься. Как она стала фитнес-тренером, не умея отжиматься, это, конечно, загадка. А нам остается только гадать, какой курс от Сабины выйдет следующим. По восстановлению после родов или по отжиманиям. Давайте я вам лучше расскажу, как однажды помог наркоконтролю и что из этого вышло. К нам в аптеку однажды пришли два сотрудника и стали проверять рецепты на определенное вещество. Нам предъявили, что в нашу аптеку часто приходят нахоманы, а мы им якобы продаем товар по поддельным рецептам. Даже показали один рецепт, на котором, если вот подсмотреть немного под углом, можно заметить, что как будто по нему терли ластиком. Но это почти незаметно и прямо так утверждать, что это поддельный рецепт, тоже очень смело. Я не говорю про рецепты, которые наркокоманы подтирали очень грубо, сверху еще заливали чаем, потом сушили вот этот рецепт и приносили его якобы хороший рецепт, просто немножечко грязный. Нам сказали следить за появлением новых подозрительных рецептов, и если появятся, то звонить на контроль. Стоит ли говорить, что уже на следующий день человек с таким рецептом подошел к моей кассе. Это был рецепт на препарат, не обладающий наркотическим действием. Но как нам объяснили, такие люди принимают много разных препаратов сразу, чтобы был эффект. И вот вечер, у нас работают три кассы, в аптеке очень много людей. И мне протягивают поддельный рецепт. Я с ним выхожу в материальную и звоню на контроль. Мне говорят нажать тревожную кнопку, а сами обещают приехать в течение нескольких минут. Я возвращаюсь к кассе, нажимаю тревожную кнопку, а сам начинаю тянуть время. Говорю, ой, прочесть не могу, что тут написано. Пойду в материальную поищу. Ой, не нашел. Поищу тут в шкафах, поищу в этих шкафах. Ой, опять не нашел. В итоге я минут 10 ходил по аптеке и придумывал все новые истории, чтобы тянуть время. И это был самый час пик. В аптеке было очень много посетителей. Меня в очереди уже проклинали и обзывали за то, что я медленно работаю. А человек, который дал мне рецепт, был очень сильно заторможен и его ничего не напрягало. Я видел, что за толпой стоял, скорее всего, его напарник. Он был намного более активный и вот он нервничал. Как потом оказалось, на улице у дверей аптеки стояло еще несколько их друзей. И когда в аптеку ворвалась охрана, друзья эти тоже забежали внутрь и смешались с толпой. Я попросил охрану задержать этого человека, который дал мне рецепт. Через некоторое время приехали и сотрудники на контроле. А в конце смены я думал, как мне теперь выйти из аптеки и дойти до дома, чтобы меня не били. На следующий день, правда, друзья задержанного приходили в аптеку и спрашивали, зачем мы это сделали. Как оказалось, наркоману предъявили его поддельный рецепт, а он его как-то выхватил и съел. И у сотрудников на глазах, можно сказать, пропала улика. И единственными доказательствами почему-то стали только мои показания. Меня несколько раз вызывали в следственный комитет, я даже несколько раз участвовал в опознаниях людей. Причем опознания проходили так. Сначала вы все в определенное время приходите, сидите в кабинете, ждете, когда следователь вас позовет. Потом вы заходите в кабинет следователя, и вот эти все люди стоят напротив тебя, ты показываешь, кого из них ты знаешь, а кого нет. А когда опознание заканчивается, ты с этими же людьми едешь домой в автобусе. И в какой-то момент этих бесконечных следственных действий, я стал подозревать, что все больше претензий уже предъявляют ко мне. Ну почему я в принципе такие рецепты принимал и тому подобное. Мне стало казаться, что следователям уже все равно, на кого в итоге заводить дело, на покупателя или на продавца, то есть меня. И пришлось уже и мне защищаться. Я долго пытался сделать вывод вот из этой рассказанной истории, но получается вывод только некрасивый. Что активную жизненную позицию стоит проявлять, но иногда такая активность может выйти боком. Я очень надеюсь, что у вас будет совершенно другой вывод. Подписывайтесь на канал, посмотрите также вот эти видео. Всем пока!